И знаете, была еще такая информация, что МЧС РФ еще месяц назад располагала информацией о грядущем мощном паводке в Оренбургской области. Вот это следует из документа, который оказался в распоряжении издания Москов Таймс. Снизить ущерб от наводнения можно было, но вот проспали этот подходящий момент, и чиновники резко начали сбрасывать воду из водохранилищ, и этот поток дамба-ворски уже не могла остановить, так утверждает издание. Как, по-вашему, вот эта история напоминает вам чем-то вот трагедию в Крокус-Сити? Объясню, чем. Заранее были предупреждены, ничего не сделали, но и потом начали искать виновных. Ну вот зря вы, на самом деле, коллеги, так вот наговариваете на российскую власть. Между прочим, есть ряд граждан, в отношении которых они предприняли самые решительные меры. Например, вот известно сегодня буквально стало, расследование команды Навального опубликовало, что мэр Орска заблаговременно обеспечил свою семью, своих детей, их жен, мужей и все остальное видами на жительство Объединенных Арабских Эмиратов, а также даже Саудовской Аравии. Приобрел для них там качественное жилье, которое полноценно заменило им все то, что затоплено в Орске. Поэтому, знаете ли, вот говорить так вот огульно, что ни о каких жителях российские чиновники не заботятся на это нельзя. Посмотрите, ведь они позаботились хотя бы о своих детях, вот это же уже неплохо. Значит, все-таки не звери, а люди все-таки, смотрите. Ну а если серьезно, то, конечно, собственно, в общем-то российская власть, она живет оторвано от остального населения довольно давно. Но посмотрите на Путина, который где-то болтается там по Чукоткам, нюхает там помидоры, как бы, да, вместо того, чтобы поехать понюхать порох в Крокус-Сити, либо поехать вот понюхать болотные тины куда-нибудь в Орск или в Оренбург. Ну, в общем-то, та же самая картина. То есть, как бы, неприятно заниматься какими-то большими, серьезными проблемами. Приятно заниматься проблемами. А вы здесь тоже наговариваете. Песков сказал, он держит руку на пульсе. Не едет, кто держит руку на пульсе. Учениц Песков сказал, знаете, тут Дмитрий Сергеевич, он, как бы, зря говорить не станет, да, собственно, поэтому, да. Ну, да, держать руку на пульсе издалека, ведь оно приятнее, да. Причем приезжать и выслушивать то, что вот в вашем сюжете, и на нашем канале тоже мы отдавали, выговаривает возмущенный Оренбуржес, наверное, да, это кому-то из своих там начальников больших, да, кто вот вышел, соизволил, так сказать, спуститься с небес на грешную землю вот к этим людям. Это классическая ситуация излета власти диктатора. Когда диктатор на излете, тогда, собственно, ничего не происходит в его стране путного для обычных так называемых жителей. Ну, они сами так говорят. Мы есть и есть обычные жители. То есть они сами себя называют необычными жителями. Ну, соответственно, вот это, в общем-то, россияне за что воролись, за то и напоролись. В общем-то, нужно им как можно скорее понимать, да, где причина и в чем причина. А то ведь они опять вот буквально вчера разместили очередное обращение опять к Путину. Ну, я понимаю где-то, почему к Путину, да, потому что в России вертикаль власти, она сейчас настолько идиотская, что ни один чиновник ниже Путина ничего сделать не может, даже вот, даже песочку подсыпать в дамбу. Потому что все деньги в Москве, потому что у регионов нет абсолютно никаких полномочий, нет никаких финансов, тем более никаких финансовых резервов. Об этом вообще забудьте раз и навсегда. Соответственно, вот это то, как работает, вот эта инвалидная абсолютно система в Российской Федерации, абсолютно инвалидная система государственности, абсолютно то, что называется в науке политологической. Failed state. Это классическая прям история. Вот вопрос лишь в том, сколько еще промучается вот эта страна, сколько еще будет продолжаться эта агония, ну и сколько людей погибнет за ее пределами и внутри самой стороны. Вот это вот большой вопрос. А собственно, то, что, в общем-то, это начало конца и то, что это, в общем-то, обреченная страна, действительно, к сожалению, констатировать приходится, что это так. Вчера Институт русского языка предложил ужесточить экзамены для трудовых мигрантов. Сейчас требуется набрать 50 баллов из 100. Эту планку хотят поднять до 80. Кроме того, хотят вернуть разговорную часть, которую ранее убрали, два года назад. Кроме того, мигрантов собираются обязать сдавать биометрию на госуслугах, если они хотят, ну, просто купить сим-карту российскую. Как вы полагаете, что они еще могут придумать, да, и кто тогда вообще останется работать в России, в той же Москве? Дорогие мигранты, которые нас сейчас смотрят, я хочу всех вас успокоить. Ничего с вами плохого не сделает никто. Это, в общем-то, сейчас говорится только на потребу вот этим вот маргинальным российским слоям населения, которые требуют хоть чьей-то крови за все то, что происходит, соответственно, в Крокус, Сити и в подобных местах. Такие волны, в общем-то, ненависти, которую вызывали, собственно, спасителям, на самом деле, к тем, на ком держится экономика России, на ком держится лично-коммунальное хозяйство России, уже российские власти это делали многократно. Но, собственно, всегда это в итоге откатывалось куда-то, и всегда это спускалось на тормозах, потому что без этих людей просто все встанет. Такое уже было много раз. И последний раз такое было во время пресловутого коронавируса. Я помню, как сейчас, я тогда еще сидел в штабе по этому коронавирусу, в общем-то, в одном из больших регионов России, и там тоже, в общем-то, вводились драконовские меры, там все запрещалось. Но, в общем-то, знаете, как там достаточно по-простому выходили из ситуации предприниматели. Они просто брали, фрахтовали специально самолеты и вот прайват-джетами доставляли мигрантов из Таджикистана, из Узбекистана и других стран, доставляли их в Россию на работу. Ну, собственно, в этот раз будет примерно так же. Вот пока будут идти драконовские меры, они будут их доставлять вот как бы так вот через пень-колоду, а потом все, собственно, съедет на тормозах, потом уже снова выставится четкая обычная такса взятки за голову мигранта, привезенного, вопреки каких-то квот установленных, ну и все будет дальше продолжаться. Ну и, к сожалению, единственное, что не будет меняться еще, как бы, да, точнее, еще что будет не меняться. Это будет, конечно, не меняться вот это бесправие, в котором находятся мигранты на территории России. Там и, собственно, это граждане находятся в бесправии, а вот мигранты тем более. Поэтому, ну, не знаю, я бы на месте мигрантов, там, Тушка и Чучело, но ехал бы в Европу, конечно, а не в Россию на заработки. И там и заработка больше. Ну да, я просто представила, что если это все в деле заработает, Но та же Москва, она очень быстро утонет в мусоре, да, и, наверное, процентов 90 строек просто остановятся. Совершенно верно. Да, я думаю, что вы совершенно не преувеличиваете, потому что действительно россияне за эти маленькие деньги работать не хотят. У России перекошенная совершенно экономика, там есть какие-то странные вливания в странную организацию под названием российская армия, в которую можно пойти и зарабатывать там 200 тысяч рублей, ну, зарабатывать, конечно, недолго до тех пор, пока тебя не отправят в утиль, но, в общем-то, вместо того, чтобы поднять зарплаты, например, россиянам, которые могли бы работать на российской земле и не быть убитыми, не быть убийцами, вот российская страна делает вот эти вещи, то есть как бы здесь она тратит все свои деньги на войну, ну, и, соответственно, вынуждена при этом заманивать и, в общем-то, завлекать даже российскими паспортами за участие в СВО вот жителей ближнего зарубежья. И поэтому вот такие перекусы, еще раз говорю, на излете декдаторской власти, вот в эту самую «Очень патриарха», они неизбежны и естественны. Генерал Андрей Гурулев вошел в новый научный совет при Совете Безопасности России, научный совет и Гурулев, да, это тяжело представить. Я напомню, что в свое время он призывал уничтожить всех россиян, которые не поддерживают Путин, а просто расстрелять. Требовал вернуть понятие враг народа, он предлагал применить по Украине тактическое ядерное оружие. Как вы полагаете, чем вот руководствовался Путин, давая добро на такое назначение? Там его подпись стоит. Ну, вы знаете, я хочу посоветовать Гурулеву, в общем-то, там освободившись есть пара вакансий преподавателя философии, да, кандидата наук философских. В общем-то, я думаю, что он справится, потому что, ну, я вот уехал из страны, сейчас я не знаю, там наняли, а кого-то еще нет на мое место. Ну, соответственно, думаю, что этот человек бы с удовольствием взялся бы за эту работу тоже, потому что, ну, в России вот сейчас все так. Я могу только порадоваться, что я больше не стою ни в каком научном совете в России, потому что, ну, вот с этим человеком сидеть за соседним столом, ну, во-первых, это небезопасно для здоровья, потому что можно получить тяжелейшую интоксикацию алкоголем, алкоголем вчерашним, а также сегодняшним одновременно. То есть, поэтому, ну, в общем-то, здесь, в общем-то, приходится констатировать, что вот этот фейл-стейт, он как бы проявляется не только вот в тех формах, которые мы до этого обсуждали, да, когда все тонет, когда, собственно, вводятся драконовские меры для тех, на ком держится экономика, ну, вот еще и выражается в том, что вот ордена, медали, регалии в виде, там, членства в каких-то местах, где должны были приличные люди заседать, вот тут достается вот таким гурулевым. Ну, собственно, ну, пусть пока порезвятся, в общем-то, история все по своим местам, безусловно, расставится. И хотелось бы, конечно, чтобы это случилось поскорее. МИД России опубликовал официальное заявление в связи с ударом Ирана по Израилю. В комментарии была выражена озабоченность случившимся и отказ осудить иранскую атаку. В МИДе признали ее соответствующей уставу ООН, мол, все в рамках самозащиты. И сегодня постпред России при ООН также оправдал вот этот удар Ирана. Скажите, да, еще он позицию Запада в этом вопросе назвал парадом лицемерия. Как вам вообще вот такая реакция? Ожидаемо все это было? Ну, да, безусловно, это было ожидаемо, потому что, в принципе, вообще это сам по себе удар Ирана был ожидаем. Удар был, ну, такой достаточно, знаете, из того, что у нас в футболе, я вот когда-то руководил клубом Премьер-лиги и в Еврокубках играл в Сглаз Горейнджерс, но, в общем-то, называется договорниками такая ситуация. То есть Иран-то, на самом деле, делает вид, что он страшно возмущенный, что вот сейчас он ужасно мстит. На самом деле, он предупредил всех. Они были в переписке с американцами на предмет того, как этот удар будет осуществляться. Дело в том, что Иран — это такой наконечник копья целого ряда стран и таких надстрановых, таких странных организаций, которые действуют в различных территориях и, в общем-то, как правило, занимают такие достаточно экстремистские позиции. Ну, и, в общем-то, Иран — это та страна, которая в этом всем одну из первых скрипок играет. И, собственно, при этом Иран, в общем-то, не хочет, чтобы со всеми его военачальниками и со всеми светскими руководителями, а также религиозными руководителями страны, произошло то, что случилось с генералом Сулеймани. Это, в общем-то, помните, когда Путин очень возмущался, что взяли и убили генерала, американцы и так далее. Соответственно, поэтому это, в общем-то, было такое абсолютно подготовленное явление. Все к нему были готовы, все понимали, какая будет реакция, в том числе понимали, какая будет реакция Российской Федерации, поскольку Российская Федерация — это сегодня одна из стран, которые, как это ни странно, как это ни позорно, в общем-то, входят в эту, если хотите, орбиту влияния стран-изгоев, таких как Иран, или входят в одну с ними ту самую ось зла, которую когда-то провозгласили приличные люди в мире, когда началось в мире то, что называется 9-11, то есть сентябрьские атаки на Америку со стороны террористов, экстремистов, которые тогда начали пытаться переделить мир на свой лад. И тогда все приличные страны собрались и начали говорить о том, что вот они хотят разрушить эту самую ось зла. Россия тогда была среди тех государств, которые должны были разрушать эту ось зла. Но затем что-то пошло не так, затем окончательно свихнулся Путин, который не получил от Америки и Европы любви, который не получил от них одобрения, в общем-то, в его маленьких шалостях, таких как на тот момент, например, захват Грузии, точнее, часть ее, значит, и, соответственно, вот он решил, что он присоединяется к этой оси зла и вместе с Ираном и другими странами подобными, в общем-то, занимается перекраиванием карты мира. В общем-то, что с переменным успехом у него пока получается? Но миру необходимо понять одну простую вещь, что вот сейчас они пока могут играть в договорники с Ираном, который, в общем-то, не желая на самом деле сильно поссориться с Израилем и Америкой, как бы, да, своих сателлитов там вот, так сказать, развлекает тем, что показывает им какие-то второгодние давности пожары в Чили и выдает это за полностью сгоревший Израиль. Но, соответственно, рано или поздно все равно, кстати, понимаете, с бандитами договариваться, играть в договорники, это достаточно рискованная игра. И поэтому и Америке, и Европе, и Израилю тому же самому необходимо давно понять, что эту ось зла необходимо разрушать. Вот до тех пор, пока сидят в своих креслах теплых и окружены своими потоками нефтедолларов и всего остального вот эти все волшебные люди типа иранских хаэтол, типа царьков из Северной Кореи, из различных африканских стран, из ряда стран Латинской Америки. Так вот до тех пор, пока они все там сидят, мир, собственно, под угрозой находится. И не каждый раз найдется вот такой железный купол, который над Израилем выстроили. Израиль сам, собственно, с помощью американцев, Иордании и других стран. Поэтому эта ось, я вот как, знаете, готов, как тот самый оратор, который про Карфаген каждый раз говорил, что он должен быть разрушен. Так вот я готов из эфира в эфир повторять на всех интервью, которые я даю всем странам мира, что этот Карфаген, вот эта ось зла, она должна быть разрушена, потому что иначе будет разрушен весь мир. И вот что касается этой единой ось зла, иранское руководство вчера вечером заявило, что все цели в Израиле были поражены. Как вам такое сходство? Кажется, что вот Коношенков им пишет вот эти вот все доклады. Очень похоже. Ну, понимаете, как бы, ведь идиот, он ведь в любой стране, он идиот, да, он же не становится умным. То есть умные люди, они все разные, как бы, да, они говорят разные вещи. То есть умный человек, он же может быть гением, там, кто-то в математике, кто-то в философии, кто-то в химии, да. А идиот, он всегда идиот, он, знаете, вот знают что-то, о чем-то очень много, а этот не знает ничего, да, но поэтому изображает из себя какого-то великого и очень важного человека. Поэтому, собственно, действительно все Коношенковы миры очень похожи. Ну и, собственно, все Путины миры тоже очень похожи. Они все как близнецы-братья такие однояйцевые, знаете. Ну и, собственно, вот это вот, собственно, яйцо, да, как в той сказке про Кащая Бессмертного, давно пора разбить, а в нем еще иголочку достать и ее переломить пополам. Ну вот это надо сделать, да, и, наверное, это будет сложно, наверное, мир на это что-то потратит, и, наверное, не заработает ничего на этом, но пока они это не сделают, мир не задышит спокойно. Высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часовьяр до 9 мая. Вот об этом сообщил главком ВСО Александр Сырский. И вот, по словам Сырского, реализацию планов оккупанта срывает героическая оборона наших бригад. Скажите, ну вот, зная привязки Путина к определенным датам, вполне ведь в его духе требовать, а подайте мне вот такой-то город, к такому-то числу, несмотря на любые потери? Ну да, вы знаете, это, опять-таки, признак диктатуры, признак тоталитаризма, когда к какой-то там дурацкой дате можно положить десятки тысяч людей для удовлетворения каких-то своих мифических амбиций. Поэтому совершенно не удивлюсь, что к 9 мая, понимаете, там вот, например, пишут сейчас в очередной раз администрация президента России. Это три тысячи дармоедов, которые находятся на Красной площади, а также на Старой площади. Целых две площади в Москве они занимают. Кстати, прекрасной России и будущего необходимо все это вычистить чертям собачьим и отдать туристам. Значит, собственно, вот эти две площади сидят и думают, а что бы вот такого нам сказануть 9 мая, чтобы потрафить всей патриотической общественности, военным и так далее, и тому подобное. Они говорят, да, вот нужны какие-то победы. И вот там происходит под руководством господина Вайна, а также под руководством господина Кириенко, вот эти пресловутые совещания, на которых в своей жизни я в какое-то время посидел, и за это мне еще предстоит отмаливать свои грехи. Так вот, соответственно, там сидят они, вот эти все волшебные люди, и какой-то умник говорит, что нужна какая-то победа, господа хорошие. Ну, собственно, бегут они на доклад к царю после этого, а царь вызывает шойгу и говорит, мне для речи нужна победа, и, собственно, неважно, сколько десятков тысяч с обеих сторон границы для этого должны погибнуть. Вот так устроены диктатуры, так они себя ведут на излете. И еще одну статистику хотели с вами обсудить. Уже 192 участника войны с Украиной были осуждены в России за насильственные преступления. Вот такую информацию обнародовала новая газета «Европа». Они изучили данные сайтов судов, и вот такие цифры. 49 дел были возбуждены по статье убийства, 143 человека обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью. Издание отмечает, что за 23-й год количество таких преступлений увеличилось в 13 раз. И понятно, что это только те, которые дошли до суда. Хотели у вас спросить, как вы думаете, а что дальше? Те, кто возвращаются с фронта, привыкли получать такие деньги, которых на гражданки не платят. По телевизору кричат, что они элита. А соседи и знакомые их такими, мягко говоря, не считают. И чем все это может обернуться? Вот вы меня спросили о будущем. Могу вам ответить словами моего любимого американского ученого Элвина Тоффлера, который говорит, что если вы хотите знать, что будет в будущем, то вам нужно покопаться в прошлом. Так вот, это все уже было, на самом деле. Это классическое проявление российской смуты. То есть смута уже была в Российской Федерации неоднократно, еще когда она называлась разными другими названиями. Бегали по Москве черносотенцы, бегали революционеры, бегали большевики, взрывали, убивали, насиловали. То есть вот каждый раз вот это быдло высвобожденное, которому дали элитарные полномочия, в общем-то оно всегда ведет себя одинаково и всегда делает одно и то же. Ну, во-первых, оно удовлетворяет все свои достаточно низкие, в общем-то, амбиции. То есть что-то украсть, кого-то изнасиловать, ограбить и так далее. Ну, потому что так себя ведут существа вот на этом уровне развития. Ну и, собственно, отдельная история – это, конечно, люди, прошедшие войны. То есть это другая немножко особенность, это другой феномен, который нужно отдельно обсуждать от быдла, дорвавшегося до власти. Это, к сожалению, то, что неизбежно даже для стран, которые ведут честные, справедливые, освободительные, патриотические войны. Когда люди, которые прошли войну, у них просто меняется психология, у них там в голове возникает такая парадигма, когда насилие – это самый простой путь к решению задач. Ну, так вот, соответственно, вы имеете две крайности, да, две тяжелых ситуации, когда вот есть люди, у которых психология сдвинулась из-за того, что они побывали на войне, да плюс к тому, что вот эти побывавшие на войне люди уже с испорченной психологией, да, они еще наделены какими-то элитарными полномочиями. То есть вот как бы здесь Путин собственными руками прямо в своем послании обнаружил, обнародовал будущую катастрофу в России, потому что, вот посмотрите, даже в мощнейшем Советском Союзе, на тот момент действительно мощной стране, афганцы, которых было всего лишь десятки тысяч, а не миллион с лишним, как сегодня уже в России, они, вернувшиеся с фронта, они устроили целую сеть каких-то подпольных бандформирований, которые с помощью насилия решали всевозможные вопросы, которые поставили на уши всю страну, и, возможно, были одной из причин для того, что Советский Союз развалился, потому что его начали расковыривать внутри, в том числе, бандформирование в начале 90-х годов. Соответственно, вот эти бандформирования своими руками сегодня Путин для россиян создал. Ну а россияне хлопают, аплодируют его послание. В общем-то, пока они это делают, даже те, кто в зале сидит, там аплодируют. Вот я думаю, что они тоже, в общем-то, скоро будут находиться время от времени в разных подворотах со вскоротыми животами, потому что они сейчас там сидят и подмахивают Путину во всех его идиотских планах, о начинаниях, ну а вот за это придется расплачиваться не в ГААГе, так, собственно, от руки какого-то очередного бодлона, а с ворочника, собственно, обычная практика. Ну, знаете, самое страшное, что этих людей приглашают в школы, да, что они детям рассказывают о своих подвигах, в кавычках, чему-то учат детей. Да, это самое страшное. И буквально, коротко, еще один вопрос хотели с вами обсудить. В Татарстане предложили мобилизовать на войну посетителей ночных клубов. Вот такую идею высказал депутат госсовета Эдуард Шарафиев, и я цитирую, предложил провести однодневную мобилизацию. Провести ее надо по всей стране, в пятницу, во всех ночных клубах, и вот всех, кто там скачет, отправить на СВО. Как вам такое предложение? Это блестящая идея, блестящая идея. Ничего лучше нельзя было придумать. Вот Татарстан все-таки, видимо, встает сейчас как-то нормально с головы на ноги, да, и начинает тихонечко заниматься развалом России. Потому что, да, всех клаберов, безусловно, надо отправить в российскую армию. Ничего лучше не разложат ее изнутри, чем вот это. Если еще их одновременно снабдить, конечно же, экстези и всеми остальными веществами, которые они так любят, да, то как бы это все моментально превратится в вечеринку. Они моментально побратаются с украинцами, и на этом все и закончится. Так что спасибо большое, Татарстан. Отправим вам газепские печеньки с первым же рейсом Абрамса первого же.